Блин, вроде не первый раз заходишь в эту менюшку, как говорится, и уже я провел в игре несколько часов до этого. Но каждый раз ловишь какую-то магию от этого, собственно, стартового меню, потому что какая-то довольно завораживающая картинка, плюс, слушайте, саундтрек действительно запоминающийся. То есть вот как бы ты зашел и понимаешь, что это иксион, вот прям чисто на уровне ощущений. Ну да ладно, давайте немножко трещемся, всех приветствую, здравствуй, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Нейтгвард, и это, ребята, немножечко нестандартное прохождение для канала, потому что стратегии у нас на видосах еще бывают, ну, крайне редко. Вот в прошлые годы мы играли, наверное, разве что во Фростпанк, со всеми, так сказать, его пастасями, да, то есть просто Фростпанк сюжетный, всякие выживания, DLC-шки, как бы очень ждали его в этом году, но Фростпанк 2 пока что не вышел, и дедат-релиза у нас нету. Но при этом выходила вот игра и вышла, которая шла под заголовками «Фростпанк в космосе», которую я, собственно, начал ждать, потому что я фанат Фростпанка, получил от разработчиков ключик, думаю, ну давайте посмотрим на трансляцию, у нас был стрим по этой игре. И мы как посмотрели, и как офигели просто всем чатом, потому что игра Xeon оказалась, ну, вообще не Фростпанком, это во-первых, а, наверное, какие-то далекие такие, может быть, системы там и похожи, то, что это стратегия, у тебя есть ограниченное количество пространства, есть люди, есть там их нужды, да, есть там всякие вот эти вот составляющие выживания, это все, конечно, есть. Вот, но во всем остальном, как бы, Xeon оказалась игрой вообще не про выживач и не про стратегию, каким является тот же Фростпанк. Как по мне, эта игра зацепила гораздо больше людей своей атмосферой и сюжетом, что, как бы, крайне редко реализуется хорошо в стратегиях, а еще и в стратегиях про выживание, то есть, как бы, это вообще невозможно. Но здесь действительно разработчики смогли запихать прям сюжет, который очень завлекает, плюс куча информации по луру игры, которую ты получаешь во время прохождения, короче, в этом плане просто плюсов было огромное море. Вот, но мы, поиграв 5 часов, поняли одну вещь на стриме, что, во-первых, играя первый раз в такие стратегии, с насколько ты играешь плохо, особенно если ты не профи стратегии, а я таким не являюсь, как бы, у нас канал построен на шутерах. Вот, во-вторых, ты, как бы, косяча, строя неправильно, образуешь каскадный эффект, то есть, из него же выползли тяжело. Я все плохо построил на стриме, все криво, и к концу стрима, собственно, я получил разрушенную станцию, которая еле пыхтела и хрипела. Вот, ну и плюс, играя на стриме, ты отвлекаешься на чаты, донаты, другие активности, и, как бы, ломается атмосфера игры, это во-первых, а во-вторых, собственно, ломается твой, в принципе, настрой, потому что это игра про замедление темпа, про паузы, про ускорение, то есть, здесь надо подумать, нажать паузу, что-то расстроить, куда-то посмотреть, и, как бы, когда ты отвлекаешься на трансляции, ты это все дело забываешь и теряешь вот эти вот микромоменты, которые тебе, в принципе, потом нарушают всю твою станцию в целом. Поэтому мы решили, что будем проходить эту игру полностью, потому что сюжет прям заинтриговал на видосах, прошли бы не так далеко, буквально там, не знаю, может быть, кусочек первой главы, то есть, прошли пролог и начали первую главу, как бы, вышли в открытый космос, в пространство и в расстройку. Вот, поэтому особое там, ну, прям, каких-то, не знаю, главных твистов, я не знаю, может, только основной, который первый, но он сейчас будет очень быстро, это проложный твист, так сказать, который возникает в самом начале твоей кампании, поэтому вы тоже сейчас его увидите, скорее всего, в первой серии. Вот, поэтому, собственно, начинаем прохождение по традиции, например, про ваши лайки, про ваши комментарии, про ваш актив, потому что, особенно на стратегиях, это очень важно, скорее всего, активов будет очень мало, поэтому, если вам нравятся данные видео, прям, не забывайте, ребят, прям, каждый лайк, собственно, каждый комментарий будет на вес золота. Ну, и вторая вещь, собственно, распределение выхода видео, скорее всего, схема будет такая же, как у нас в последние, там, месяцы, на всех видосах, видео будет выходить на ютубе для всех, как бы, это вообще не обсуждается, единственное, что темп, то есть, скорее всего, это будет одна серия, там, раз в пару дней, да, большая, часовая, но раз в пару дней, если захочется серии получить больше, то, скорее всего, на бусти будет их больше лежать, то есть, я сниму сразу какую-то пачку огромную и закину их на бусти, вот, поэтому схема такая. На этом, болтологию я завершаю, мы начинаем, собственно, новую кампанию, новую игру, игрушка Иксион, поехали! Кайседа Геймс представляет Далос, европейский, эээ, космический порт, Норвегия, 13 июля 2049 года. ЦУП, запуск шаттла до Тикуна, одобрен. Запуск протокола Стэнфорда. Процедура Клейн есть. Стартовый ускоритель готов. Векторная система готова. Система наведения готова. Алгоритм Нихия запущен. Протокол безопасности Батиста есть. Харон, это ЦУП, прием. Все системы работают нормально. Готовность номер один. Персоналу необходимо освободить стартовую площадку. Запуск через 30 секунд. Отражатели подняты. Запуск через 15 секунд. Открытие люков. 10, 9, 8, 7. Зажигание. 4, 3, 2, 1. Пуск. Процедура пуска выполнена. Харон направляется на низкую отхлазменную орбиту и передает данные в рай внутри. Отделение стартового ускорителя. Разгон. Эки и двигатели. Видим цель. Приближаемся к станции Тикун. Харон, это Тикун, прием. Стыковка разрешена. Харон, вас ждут с такой автоматикой Тикун. Пассажиры, приветствуем вас на борту. Ну, собственно говоря, вот оно прекрасное, очень сильное, красивое начало. И таких ставок будет много. Шаттл, Чарон пристыкован. Сектор 1 подано питание. Поддерживается нормальное давление. Активирован протокол обеззараживания мунчи. Высадка разрешена. Сообщение членам экипажа. Добро пожаловать на борт станции Тикун, который принадлежит корпорации Долос. Вскоре мы выдадут задания, но до тех пор, пожалуйста, ждите возле стыковочного отсека. Надеемся, что ваше путешествие будет продуктивным. И хотим поблагодарить вас за вклад в будущее человечества. И хотим поблагодарить вас за вклад в будущее человечества. Администратор, я Эден. И ассистент на борт Тикун. Согласно протоколу Мунчи, меня разрабатывали с учетом вашего психологического профиля, чтобы я лучше реагировал на ваши запросы. Моя главная задача — обеспечить эффективную работу фактичесированных систем на станции Тикун. Я буду отслеживать задачи, которые вы должны будете выполнять в рамках ваших полномочий, а именно добраться до Проксима Центавры, выполнить полевые исследования, добыть полезные ископаемые, исполнить производственные протоколы и провести колонизацию изысканий Долос. Так, тут вообще на самом деле очень много будет текста, и вот мы так и не решили, как его лучше читать. То есть я, конечно, могу дожидаться окончания речи самого персонажа на английском, чтобы потом читать уже после, да, чтобы забывать этого как два голоса. Но тогда, мне кажется, немножко не так по атмосфере будет. Поэтому я буду стараться успевать, но поверьте, там некоторые персонажи очень быстро рассказывают. Вот, там и французы всякие будут с разными диалектами. Но при этом текст очень важен. Как бы в игре много текста, но он создает атмосферу. Это, во-первых, во-вторых, дает очень много информации. Как бы в игре информации об окружении, о персонажах, о действиях, о странах, о лоре, о мире прям очень много. Поэтому будем делать все зачитывать и не спешить. Так, ладно, мы прибыли. Это, собственно, наше с вами рабочее поле. Мне уже знакомое. Сейчас тут уже был. В прошлый раз, собственно, здесь понатыкал так, что... Ну, тех ты видели, те видели. Тут было все построено настолько криво. Я не знаю, это застройка хуже, чем... Даже, наверное, пример не привести какой-то. Я прям построил... Ладно. Кажемся, так сказать, без примеров. Поехали. Поехали разбираться. Жованни Батиста, эксперт по креонике. Нам, собственно говоря, сообщает. Он живет? Что-то говорит. Администратор. Хочу лично читать вам список ваших первых задач. Я ведущий специалист по креонике Долос. Член совета Мардука Джованни Батиста. Так, посмотрим. Ваше первое задание. Обеспечить на борту Диквен необходимую инфраструктуру и условия жизни для экипажа. Заложив эти основы, вы затем займетесь основкой двигателя Уоппл. И совершите короткий тестовый прыжок в Проксима Центавре. По прибытию вашей следовательской команды придут в краткий анализ местного космического пространства. Соберут несколько образцов горных пород и холодной пыли. Запустят протокол колонизации. Начнут строить фундамент для будущего человечества. Бла-бла-бла-бла. А потом вернется обратно-назад на Землю. Это же обогнал. Чтобы все это сделать, нужно разобраться в основных функциях Диквен. И это не так сложно. Тут у нас производство, склады, распределение ресурсов, строительство, стабилизация выработки электроэнергии путем распределения, ну, исследование космоса, организация экспедиции, все такое. По сути, необходимое для обеспечения научного прогресса и ограничения фаномности на борту Тиквен. После первого испытания двигателя Уохан. Эден будет показывать и отслеживать ваши основные цели. О, администратор, смотрите, что все это не вкружило вам голову. Ванир настоял на том, чтобы все внимание Долла соделялось с Тиквеном. На самом деле, эта миссия лишь подготовка к нашему следующему проекту, к Протагору. Цвет Мардука чертовски следно работал, чтобы закончить его раньше срока. Итак, придерживайтесь цели, давайте, делайте, как вам говорят, и верните Тиквеном, сделайте скорость обратно. Грандиозные дела и спасение человечества от разрушения экосистемы оставьте нам хорошим. И последний совет. Не все мы мыслим, как Ванир Доллос, пока в космосе специально не установлено ни одного человеческого закона. По-моему, это отличная возможность. Но здесь некий набег на то, что можем совершать нечестные действия, будучи в космосе. Немножечко подграблять, кого-то, может быть, прессануть, там, где-нибудь что-то подкрутить, заплатить. Коррупция. Ну, законов в космосе нет, они пока что не писаны. Ну, в целом, вы, наверное, все поняли по сюжету. У нас станция, и у нее задача сейчас, собственно, разобраться с ее работой, отстроить новый движок нового типа и отправить эту станцию на Проксима Центавра. Это некое созвездие, конечно, недалеко от нас, где есть планета, которая схожа с человеческой, то есть с Землей. То есть там, возможно, жизнь, как бы, и нужно ее осмотреть, собрать с нее данные и вернуться обратно. Все, в принципе, максимально просто. Конец связи. Ну, и наша первая задача построить, собственно говоря, цеха и сейчас это все дело разгребсти. Бля, чувствую себя, знаете, как этот, как наставник такой, сенсей. Пять часов наиграл уже в игру уже. Все знаю. Сейчас тут быстренько раскидаемся, про все расскажем. На самом деле, велик шанс того, что сейчас я повторно опять обосрусь. Поэтому имеем это в виду. Так, ладно. Давайте начинать потихонечку. Тут самое красивое, конечно, это выходы со станции. Потому что она станция многоуровневая. Можно будет строить и поверх станции. Там разные, собственно говоря, элементы энергетики. Вот. Ну и самое главное, то, что можно осматриваться. Тут где-то должна быть... А, вот она, Земля. Мы на околоземной орбите сейчас находимся. Сидели нас в треме и, собственно говоря, каждый раз пытались найти точное положение нас относительно планеты. Потому что здесь вроде как реальная планета с реальными материками. Но вот сейчас непонятно, где мы находимся. Возможно, это Индийский океан. Возможно. Но я не уверен. Так, ладно. На станцию вернулись. Давайте начинать. Первое здание, собственно говоря, построит цех. Цех это у нас, собственно говоря, вещь, которая позволяет нам строить другие сооружения. На станции Тикун. Отсюда на строительную площадочку отправляются роботы. Так. Значит, некоторые нюансы, которые я сразу учел. Мы пока на паузе стоим. Я буду много рассказывать. Потому что я говорю, игра про паузы. Если спешить, то можно людей насмешить. Не только людей, но и пришельцев тоже. Значит, смотрите. То, чего я не заметил в первый раз. Начал строить просто как есть. Вот так вот накидывая ляпы. Во-первых, станция секторная. Видите, в левом углу у нас находятся, собственно, сектора. У станции их вроде как шесть штук. И, как вы понимаете, между ними есть связь. Между секторами. То есть мы их к концу игры все застроим. Так вот, эта связь делается с учет переходов между отсеками в четыре дороги. Две в центре и две по краям. Вот я в прошлый раз их нахрен застроил. То есть здесь просто были дома, людей. Дороги были закрыты. И, как бы, это не очень хорошо. Поэтому нужно с самого начала отстроить здесь так называемые планерские дороги. Я бы называл это так. То есть просто обозначаешь вот здесь такую неприступную линию перехода. То есть сюда, как бы, лучше не залезать. Дорога, как бы, она стоит и стоит. Да, потому что, ну, просто одну клетку отделяем от быстрого перехода. Кажется, что мелочь. То есть, что, как бы, ну, оставь центр, да забей хер, да. Но на самом деле, когда будет очень много производства, очень много людей и очень много машинок, две дорожки не хватит. То есть будут у нас заторы, пробки. Поэтому отделяем сразу в одну широкую линию. И вторая вещь, вторая вещь очень важная. У нас нижняя зона, вот эта вот, которая снизу находится, у станции Тикун. Тут, наверное, клеток на 10. Вот, наверное, примерно до Судова. Это все у нас зона стыковки и шлюзов. Вот как у нас здесь сверху стоит. Дальше все остальные здания, которые будут у нас внешне шлюзовые. Космопорты, не знаю, там, строительные цеха. Зона постройки роботов, дронов. Шаттлы стыковочные и так далее. Оно все будет строиться здесь. Оно строится только здесь. Наверху я пытался, но не строится. То есть только снизу. И как бы тоже, ты не можешь это пространство просто так как бы выкидывать. Оно у тебя ограничено. Да, то есть если здание строится везде, по кромке твоей площади, то здесь, если ты построишь какое-то здание, вот, предположим, прямо здесь вот, тут склады, тут цеха. Потом тебе скажут, построи как бы стыковочный шлюз. А он прям огромный. И как бы места под него не будет. Поэтому тоже это имеем в виду. На этом мои знания, собственно говоря, в плане постройки окончены. Дальше будем разбираться по ходу дела. Так, ладно. Что мы делаем? Первично мы сейчас строим, собственно говоря, цеха. Где бы их так получше поставить? Тоже хороший вопрос. Давайте, наверное, начнем тут сверху строить. Неплохое местечко. Я просто забегая наперед, сразу понимаю, что у нас еще будет требоваться место под одно очень объемное помещение, которое называется лаборатория. Вот. Ну, давайте для начала сделаем так. Мы строим, собственно говоря, один цех. Ну, и у нас в игре есть склады. Тут, я думаю, все и так понятно. Это место, куда загружаются все ресурсы. Так, и здесь, здесь все понятно. Возводим дорогу. Да поехали. Сейчас мистер робот тут нам все проделает. Милые роботчики будут все строить. Тут, в принципе, у нас люди на станции есть, как бы. Люди, основной ресурс, который у нас имеется. По секторам есть люди. Они любят кушать, им нравятся там разные вещи. Они могут работать в космосе. Из них некоторые нерабочие, некоторые колонисты, некоторые, собственно, рабочие. Но основной труд, который производится у нас со станции, делают у нас роботы. Потому что будущее. 49-й год, извините меня. Поэтому, как бы, как есть, так есть. Так, теперь нам нужно собрать ресурсы, которые на станции нам, собственно говоря, подарили. Они собираются через дороги и через роботов. Для начала нужно проложить дороги на ресурсах. Потом их обозначить. И потом, собственно говоря, их забрать. При этом, видите, у нас есть задание назначить склад для хранения сплавов. То есть мы выбираем склад. Выбираем сплавы. Каждый склад индивидуален. Под отдельный вид ресурсов. Вот. Поэтому, как бы, как есть, так есть. Вот сейчас роботы у нас выгружают сплавы, которые прибыли с нами на шаттле с земли. А эти мы сейчас будем собирать уже сами. Протыкивая своей ручкой. Вот, соберем эту кучку. Чтобы у нас было красивое место под постройку в дальнейшем. Тут, в принципе, игра про место. Потому что, если им... Ну, короче, если им плохо раскидываться, безалаберно, в какой-то момент у тебя просто кончится возможность строить новое здание. Администратор, я устанавливаю связь с Эмми Клейн, ведущим специалистом по обработке данных в Долос. Угу. Ну, давай. Че, я только для начала понатыкаю. Эээ... Разные ресурсы, чтобы роботы работали. Администратор. Долос непогребим в вопросах безопасности, учитывая важность Тикуна. Мы должны иметь полноценный контроль над тем, что происходит на станции. Меня зовут Эмма Клейн, я ведущий специалист по обработке данных в Долос и член Совета Мартука. Мой отдел только что закончил работу над финальной синхронизацией данных между ЭДЭном и нашей следующей системой обработки данных, DLS. DLS – это Data Listening System. Система прослушивания сканирует, записывает и анализирует любой обмен данными. Программа изучения DLS, входящая из состав ЭДЭна, будет фильтровать все собранные данные и предлагать вашему вниманию только самую актуальную информацию. Она также представит вам краткий обзор любых ситуаций, которые могут возникнуть и сформулируют возможные результаты. Так вы сможете отдавать распоряжение напрямую, не заполнять лишние документы. Затем Эдмон позаботится обо всем посредством аккредитации в DLS. Как это часто бывает со всеми нашими разработками, начав использовать систему DLS, вы уже не сможете без нее обходиться. Да, прежде чем я уполномочию вас продолжать работу и вершить историю, доктор Мунчин, наш ведущий эксперт по медицинским технологиям, хотел предупредить вас о возможности побочных эффектов уохл-прыжков. Существует корреляция между удлинительными космическими чувствами и развитием слабоумия, и он считает, что уохл-прыжок может ускорить этот процесс, хотя это еще не предстоит доказать. Он рекомендует вам медленно справиться с их членов экипажа, которые проявляют необычные или характерные для слабого поведения, в госпитале. Такие учреждения оборудованы для лечения не только тела, но и разума. Помните о том, что все ваши действия и принятые решения записывает Эдден. Мы не связаны ни с какими-либо государствами или международными организациями. Вы отвечаете только перед теми, кто входит в состав светом Мардука и представляет себе общие интересы и амбиции корпорации. Ну, собственно говоря, все. Еще, конечно, интересная теория, что, говорит, прыжки в пространстве космическом очень длительные. Грубо говоря, ты летишь в скорости света, да, или на скорости света, и, как бы, ну, старение происходит. То есть ты, как бы, не стареешь, но старение на уровне клеток происходит. И твой мозг начинает тупить. Поэтому перед прыжком нужно будет людей всех вылечить. Я так и не понял, к чему это затравка была. Ну, то есть нам таким образом открыли постройку, собственно говоря, этого госпиталя. Но просто в игре я не замечал вот этого различия между, как бы, просто человеком и человеком чем-то болен. То есть этого просто не было. Была бы такая задача, я бы это понял. Типа вылечить людей или отправить людей, которые не соответствуют стандартам прыжков на землю обратно. Да, типа вы не выдержите, вернитесь обратно домой. Такого, по ходу, игры не было. То есть это просто подводка к тому, что нужно за людьми следить. Как бы космос космосом, но тут есть свои проблемы, поэтому давай-ка строй медицину и людей тоже подлечивай. Как я и говорил, в игре есть некие, так сказать, потоки выживания. Вот. Ну и что? Все. Получили мы новые задания. Зарешите события общественное питание в сооружении ЦХ в секторе 1. Так. У нас, видите, у зданий бывают еще, собственно, различные доп. задания. Вот они невероятно важны. Потому что, если ты в них ошибаешься и не выполняешь свои обещания, ты получаешь очень жесткие минусы к доверию, к населению, падает уровень работы, количество работы, качество работы. Короче, это очень важно. Ну и, в принципе, система EDEN, про которую она рассказала, это наш с вами интерфейс игры. То есть, как бы, система, которая нам позволяет видеть все, что есть на станции. И корпус, прочность и доверие, и, собственно говоря, энергию, и все ресурсы, и настрой людей, там, по секторам, вода, аккумуляторы. Короче, это вот все система EDEN, которая все записывает. Ладно, поехали. Разобрались, я бы сказал, в общем-то, видео. Ускоряемся. Общественное питание. Администратору экипажа станции Тикл нет доступа к запасам продовольствия. Для распределения пищи, согласно протоколу Ньюкант, необходимо построить столовую. В столовой готовят блюда из продуктов со склада и подают их экипажу. Гарантируйте доступ людей к пище и восстановите свою репутацию компетентным администратором. Ну, собственно говоря, наше первое задание. Дать людям покушать. Так, разместись в столовой. Да, сейчас построим. У нас, кстати, первый склад уже, ребята, видите, заполонился, потому что одного склада не хватает. Такое количество металла. Сейчас мы это все будем красиво обустраивать. Для начала мы снесем эту дорогу кривую, которую мы строили для ресурсов исключительно. Теперь вот что мы сделаем. Мы, собственно говоря, нет, космос мы пока не трогаем. Мы зайдем в малый склад. И еще парочку сейчас, наверное, здесь складов за пендюрем. Один под металл, один как раз-таки под еду, как отдельный вид ресурса. Наверное, цех второй оставить пока не буду. Мне и одного хватит. То есть, как бы, уровня работы этих роботов хватает, чтобы особо не спешить. Так, вот у нас, собственно говоря, лаборатория, которая открывается по ходу дела, да, научная лаборатория. И она, она большая, да. Вот я про такие размеры и говорил, когда говорил про уровень шлюзов. Как раз-таки. Сейчас можем посмотреть. Вот у нас, собственно говоря, космос, стыковочный шлюз. Он строится только здесь. То есть, только с этой стороны. Хотя, да, он только здесь строится. И он занимает прям до хрена. Поэтому зону снизу застраивать, как понимаете, нельзя. Иначе ситуация будет патовая. Так, здесь собрать всю еду. Собрать еду. Все, сбор еды попер. Сейчас мы соединим дороги с остальными ресурсами. Будем потихонечку их собирать. Кривобоком, но будем собирать. Помаленьку. И попутно, собственно говоря, отстраиваясь. Так, и здесь тоже место под сплавы у нас. Аааа, слушайте. Наверное, сейчас сразу забегу наперед. Прямо залечу, я бы сказал, наперед. Еще плюс один склад. У нас есть стартовый ресурс номер 3. Есть сплавы, есть еда и есть механизмы. Они же полимеры, они же шестеренки. То есть, более, так сказать, сложные структуры, когда сплавы уже во что-то превратили. Они тоже у нас здесь есть. По ящикам оспасованные. Где-то валяются. Например, вот здесь. Нужно его сейчас будет собрать, потому что они будут нужны для постройки некоторых вещей. Так, хавка пошла. Но у нас сейчас пока что нету чего. Нету пищи. То есть, столовой. Вот где расположить столовую, я даже не знаю. О, кстати. Она у нас вот здесь идеально ставится. Прям, слушайте, по ширине. Прямо здесь и поставим эту столовую. Косабельно госпиталя. Он здесь тоже идеально у нас ставится. Ну, это же, это же, это просто прекрасно. Я просто сразу сейчас, как бы, себе композицию постройки. Потому что, опять же, у меня вот в этом плане нету примера. В первом изоход я строился просто как было. Типа, тыкал по красоте. И, как бы, вышло по итогу, что все не очень хорошо. Так, здесь у нас склад под полимеры. Мы сразу их собираем. Полимерчики эти. Попутно, собственно, собираю еще и металлы, которые здесь есть. Нам вот это тоже собрать. Потому что тут у нас зона под лабораторию, скорее всего, будет. Хотя я пока что не уверен. Так, построите столовую. Да, столовая строится. Там ребята заезжают. Рабочие еще тут стоят. Говорит, Вира, говорит, давай подымайся, Жора. Жора, аккуратно балочку неси. А, как бы, Жора непонятно, потому что Жора это робот. У него там в башке бибибу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Единички, нули. Он как бы на звук не реагирует. Он просто строит. Его задача, как бы, херачит здание. И он их херачит. Так, ну почти, почти построили. То есть видите, какая тема. Сначала они таскают ресурсы, потом они, собственно, расстроят само здание. Вот, возможно, для этого и нужно строить, может быть, два цеха Для более активной циркуляции Но, с другой стороны, тут как бы крайне редко бывает так, что тебе надо строить сразу много зданий Обычно ты строишь одно, другие отдыхают У нас, кстати, металл кончается, надо бы это Подсобрать, получается И вот здесь тоже надо подсобрать Нужно этот угол сейчас освободить Опа Секундочку, администратор Хотящая сообщение о членах света Мардука, Анри Боржавиля Так, секундочку, мистер Боржавиль, подождите, сейчас дорога построится И я назначу, как бы, сбор сразу здесь Потому что у нас металл кончается Сейчас, момент Так, заработал на столовое, появилось новое здание накормить 100 человек Но это, как бы, сделать из самого себя по ходу дела Само собой точнее Все, готов разговаривать Бонжио, администратор Какой чудесный день, чтобы встретить судьбу, не так ли? Я Анри Боржавиль Писатель, философ, лоббист и, прежде всего, член света Мардука Я взял на себя смелость лично организовать обмен с Уршанабе Кораблем на высокой орбите, который принадлежит нашим коммерческим союзникам, а Аштангитам Аштангиты — небольшая организация, но они наши важные партнеры, разделяющие наши прагматические, нравственные, духовные взгляды Уршанабе Уршанабе обеспечит вас пищей на переход первоначальных испытаний Тикуна Уршанабе станет вашим первым эксклюзивным торговым партнером И мы докажем нашим давним союзникам, что хотим разделить с ними успехи до лоз Назначьте грузовый корабль, чтобы вы могли заняться обменом Администратор, доверьтесь воле генов Самоподобное пространство проявит закономерность Вот это, кстати говоря, главный лозунг компании Долос, на которой мы работаем Честно, я вот так и не понял Возможно, фраза с английского какая-то немножко другая Или к чему-то это отсылка Или это просто разработчики придумали Что если знаете, то на комментарии напишите Я рад был бы это увидеть Потому что я не понимаю этой фразы Доверьтесь воле генов Это намек на то, что мы прилетели из космоса Сейчас, секундочку То есть вот первая фраза Доверьтесь воле генов Это якобы человек, по мнению компании Долос, существо внешнее То есть нас сюда закинуло, может быть, со стероидом, со спорами Есть такая теория, то есть то, что мы не с земли Типа даетесь воле генов, что нас тянет в космос, обратно домой А вот дальше Самоподобное пространство проявит закономерность Самоподобное пространство проявит закономерность То, что здесь закономерно во вселенной Что каждый вид, который развивается по итогу, все равно как бы возвращается обратно в космос Типа отторгается от своей планеты Или как? Короче, сложно, если вы поняли, то пишите Разберемся по ходу дела Так, конец связи Ну и мы, собственно, получили эти краски задания Которые я уже предвидел, потому что я про них знал У нас есть прекрасный стыковочный отсек По имени Шанхай Где можно строить три кораблика Нам предложили построить, собственно, грузовой кораблик и научный И мы этим займемся Как раз тут уже у нас полимеры для этого дела 20 здесь и 25 здесь Все Отлично Отличненько И, кстати говоря, ресурсики мы тоже потихонечку разгребаем Что не может не радовать Может сразу лаборатор А, ну хотя у нас нет пока науки, поэтому от лаборатории толку не будет Еда, работа, медицина есть Все, в принципе, хорошо А, у нас новое задание, не заметил Администратор, некоторым членам экипажа не где жить На протяжении человеческой истории рост числа бездомных всегда был показателем упадка цивилизации Не повторяйте простых людских ошибок на станции Тикун И вот, собственно, у нас здесь есть два варианта То есть ты либо соглашаешься с этим делом Тебе дается какой-то срок на выполнение задачи Либо второй вариант Отказываешься Это сразу минус Тебя не любят А минус бьет по доверию людей к тебе И по их уровню работы То есть по их скорости там и так далее, по мощностям Поэтому лучше не ошибаться Поэтому берем задание Ну тут, в принципе, первые задания очень простые Построить для людей как бы дома 12 циклов у нас есть сейчас по времени построить под всех людей Для каждого домик Цикл у нас отображается снизу Это проворот станции вокруг себя Все довольно просто Так, поехали У нас металла дохера Мы скопили У нас уже склады, на самом деле, забитые Поэтому отстроить для людей Сейчас домики будет не проблема Единственное, что они потребляют энергию Они так много И каждому 15 человек у нас занимает Ну, вы, короче, поняли Наверное, прямо здесь я, в принципе, и буду строить Единственное, что вот Опять же нужно будет снизу как-то пространство себе отчертить Ну что, как бы, там у нас строится Стыковочная зона Да, как бы Это, это как бы важно Кстати, у нас тут как раз таки выход С центральных ворот Может здесь вот так вот пробурить общую зону Я, наверное, так и сделаю Чтобы была связь напрямую с центральной частью Наверное, так, наверное, и закруглим Мне кажется, это очень правильное И очень хорошее решение Так, ну и вот эти вот резцы Нужно тоже, как бы, собрать Нам пока ресурсы эти больше мешают Видите, они просто валяются неудобно Нужно их сразу сгребать все на склад Кораблики уже делаются Там, ну, у нас, получается, как бы Коммерческая организация То есть все на хороших зарплатах Тут лучшие специалисты, как бы Люди не пинают хуи, да Они занимаются своим делом Они знают свою работу Поэтому строят кораблики Здания, как бы, дома, наука Все вот так, по щелчку пальцев Поэтому это они умеют Тут можно только порадоваться Ну и не забываем выходить в космос Потому что здесь чертовски красиво Прекрасная земля А огромный материк Видимо, это Евразия, судя по всему Прекрасное солнышко И ужасная тьма впереди Так, ладно Но пока все спокойно Ничего не ломается, все хорошо Энергии у нас хватает Кстати, по поводу энергии Нам пока... Так, тик он изнутри Нам пока не дали Такую возможность строиться В внешнем круге Аааа Там же нужно будет специальный объект Для этого дела Все, извините меня Извините меня Нужен быть специальный объект Как раз таки, по-моему, это он и называется Здесь можно построить горно-промышленные грузовые и научные корабли А, нет, это не то Это второй отсек Вот такой же Нам такое не надо Ладно, тогда пока не спешим Не бежим, впереди поезд Так, первый кораблик есть Заходим, собственно, в управление флотом Выбираем здесь себе добычу еды Все, наш грузовой кораблик Теперь летает на кораблик наших союзников И забирает у них еду Доставляя нам ее сюда, в космопорт Можем даже его осмотреть Наша прекрасная солнечная система Луна С ожиданием научного корабля Которого у нас пока что нету Марс Меркурий Венера Сам корабль Уршанаби Наш союзник Сатурн Уран Нептун Мы это дело Все будем осматривать До, собственно, окончания пролога То есть вот это вот сейчас Все, что происходит Это пролог Который нас пока что ограничивает В наших действиях Мол Это обучение игре Потом Начнется уже открытая игра Где сам думай Сам разбирайся Сам развивайся Вот Но перед улетом И всю систему Блин Проговорился Перед улетом Вот тяжело, да? Тяжело снимать Когда игра не впервые Но ничего На самом деле За две серии Мы достигнем Момента Где я уже как бы Буду не разбираться Хотя подожди Какой спойлер перед улетом Это же было сказано по сюжету Все Успокойтесь Все нормально Я просто заволновался Что, блин Думаю, сейчас кому-то поднасрал Немножечко Интерес сюжета Но нам же про это говорили Это наша миссия Покинуть систему Солнечную Поэтому Дышим ровно Но я говорю Там не так далеко До момента Где я закончил На стриме Поэтому будет все прекрасно Так, ладно Вернуться на станцию У нас нет ни хера Кораблей нужных Для того, чтобы Осматривать пространство На разных планетах И станциях Нужен научный корабль Где ребята будут летать По Собственно космосу И разные вещи Собирать и изучать Вот Как раз закончится У нас строится Здесь Почти достроен Этот красавец И мы его уже ожидаем Так Дома Дома Мы построили Не для всех У нас резко Почему-то Стало 79 человек Хотя их было 84 А Извините Это люди Которые покинули Станцию Потому что Не отправились на корабль Работать Все верно Так Нам нужно Еще получается Два Прекрасных Домика Я думаю Они здесь У нас влезут Вот дальше Уже возникают Вопросы Да Ну вот Короче Это впритык Вот дальше Мы строим Дорогу И как раз таки Все И пространство У нас закончилось Дальше уже Зона Зона подстык У нас происходит Поэтому здесь Официально Можно вот так Вот сделать Соединить И вот здесь Можно дорожку До шлюза Подломить То есть Вот так вот Сделать Это будет Более правильно Так Ладно Ускоряемся Это Все Тоже Нужно Собирать Прям Даже Наверное Сейчас Можем Ускориться На Х2 Все Кораблик Готов У нас Есть Квест Отправить От кораблик На Луну И мы Честно Разделаем Почему Нет Ожидание Научного Корабля Отправляем Потом Марс Потом Сатурн Ну и Другие Точки На локации Которые Тоже Можно Посмотреть А он Уже Прибыл Нифига Он Быстрый Так Сводка Разведданных Заброшенные Базы Эта база Никакими Используется Вспомогательные Системы Работают Нормально Так что С их помощью Остановить Питание Можно Имеется Средняя Вероятность Найти Ресурсы Сообщает Команда Корабля Эрлен Мейер По Предстоящим Координатам Мы добрались До базы ООН Она заброшена И Размитализирована Однако Система Видеонаблюдения Все еще Работает Ждем Приказов Так И два Варианта Собственно Используем Увязиваем Систем Безопасности Либо Сразу Разбираем Базу По дной На металлы Но я думаю Для начала Постараемся Ее взломать Вдруг Получится А потом Мы же будем Ее разбирать На составляющие То есть Как бы Для нас Это Допресурс База Уже Заброшена Никакими Не используются Поэтому Почему бы Ее не разобрать Правильно Правильно Ну а тем временем Здесь жизнь кипит И у нас не хватает Все равно места Нужно еще А дом строится Все я понял Тут странно Вроде все рассчитал А места не хватает Под людей Получился такой Знаете ли Довольно приличный Жилой квартал В стиле Не знаю Какой-нибудь Японии Где все В притык Где куча Автоматизации Но при этом Как бы люди живут Им нормально У них есть Собственно Рынок Там бананчики Какие-то там Не знаю Авокадо лежат Есть медицина Как бы все окей Ну и получим За это Собственно Прирост доверия И разные бонусы От людей Вот у нас Собственно Охрана труда Рабочие условия Оптимальные И счастье людей Вот как раз таки Это вот очень важно Стабильность Отражает Качество жизни Экипажа В секторе Чем лучше Жилищные условия Тем менее Вероятны травмы Это важно Там собственно Условия жизни В секторе Прочность Корпуса Нашей станции И Как бы Из-за усиления Далось всемогущее То есть Люди получают Прирост К своей жизни Из-за того Что участвуют В крутом проекте Им это нравится Так Что у нас здесь По вашему приказу Мы взломали Главные компьютерные системы Обнаружили важные Исследовательские данные И наборы Получили себе 10 науки Совершаем протокол Ну и теперь Разбираем уже Базу под ноль А могли разобрать сразу Как бы Просрали бы Сейчас 10 науки Они потом понадобятся Кстати По поводу науки Надо бы Наверное сейчас Сразу Начать Этим заниматься У нас появились Первые очки Науки У нас есть Прекрасная лаборатория Куда бы Так впиндюрить Слушайте Может Прямо здесь И запиндюрить Ее Прямо тут По центру Не знаю Почему мне нравится Эта идея Надо для начала Этот кусок металла Разобрать Давайте Давайте мы Сейчас Эти По отменяем Сборы Да Чтобы Конкретно С этой Кучки Они Собирали 150 штучек Ай У нас уже нет Места под металл Да Ёлки-палки А как бы даже И строить Особо нечего Столовая Космос Техобслуживание В принципе Складов Много не бывает Поэтому Плюс склад Под металл Давайте сделаем В будущем Пригодится Тут ресурсов Будет очень много Вон там Они сверху Электроника И кремний И водород И отходы у нас будут И лед Там вода Собственно Криокапсулы С людьми Короче говоря Склады Штука такая Много не бывает Единственное Что они вроде как Сжирают у нас Энергию Вот энергия У нас ограничена Пока что Потом конечно Мы сделаем Источник Куда более сильным Так Что у нас там По системе А ну они уже Собрали Все уже разбирают То что там есть Сейчас там Появятся ресурсы На станции Они будут ее тоже собирать Так Плюс сплавы Все Поехали работать Разгребаем Эти кучки Сейчас наверное Сразу поставим Дорогу связующую Отсюда новую Потому что Эту сейчас я снесу И прям здесь Захерачу Научную лабораторию Мне кажется Это идеально Типа людям Кайф будет так жить Они будут жить С видом На открывающийся шлюз Космический Который постоянно Будет их продувать Вакуумом Да Да и Собственно Запах Прекрасный От отходов Из научного центра Где там Разные реагенты Химия Воняет блевотой Какие-то бульканья Большие температуры Ну классно Классно Мне кажется Люди будут Очень даже довольны И рады А у нас там Собрали все Я так понимаю Да База демонтирована Большая часть Оборудования Повреждена Мы подготовили Транспортировки Полезные ресурсы Собственно Сплавы И 90 Мать его науки Это очень много Науку Собственно Собирают они А сплавы Должны будут Собирать наши корабли Грузовые То есть Сейчас мы заходим В управление флотом И выбираем Здесь забрать Еще и сплавы Хотя Наверное Пока что Может и не надо У нас пока И здесь хватает сплавов Поэтому Наверное Пока забирать не будем Пусть там Поваляется На Поверхности лунной Полежит чуть-чуть Так Давайте Сейчас подускоримся Собрать науку Построить научную лабораторию Сейчас Мы к этому близки Вот уже почти Вот уже Собственно Последние кучки Были собраны Мы теперь Это дело ломаем А Одна осталась Не дособрали чуть-чуть Я видимо Сломал дорогу Как бы И у нас Как раз таки Это парень Который вез Эту финальную кучку Да блин Ну остался Один пучок Соберите его Я вас умоляю Все Ожидаем Счезновения Все Отлично Где наша Прекрасная Лаборатория Которая здесь Идеальнейшим Образом Помещается Просто Идеальнейшим Бам Сейчас мы Это дело Все дорожечкой Присоединим Блин Тогда Даже Вот эта Дорога Будет лишней Я бы сказал Да Она здесь Не нужна Пока что Короче Вот так Сделаем Блин Нарушил Логистику Связи С этим Со складом Но вроде бы Все нормально Поперли Паровозики Это вот Прикиньте Это с одного Цеха Столько рабочих Роботов Туда Наверх Еду повезли Сюда Собственно Металлы для Постройки Положили Ящички Все Работает Кстати Очень интересные Склады В виде Ям С контейнерами То есть Видите Они заполняются По ходу Прибытия Ресурсов Поначалу Просто Пустая яма Потом Она наполняется Контейнерами С нужным Ресурсом Так Науку Все еще Не собрали Понял Ну Как бы Ожидаем А теперь Можно В принципе Пособирать Ресурсы Которые Остались Почему бы И нет У нас Возникает Новая проблема Видите У нас Упирается Уже Электричество Осталось Не так Много Потому что Я построил Много Складов Но Там Вроде Как В этом У нас И суть Сюжета Сейчас Упереться В количество Электроэнергии Чтобы потом Построить себе Новые Солнечные Батарейки Так Собрали мы Всю науку Кораблик Отправляем Домой Чтобы Эту науку Доставить Сейчас Хотя У нас Уже вроде Подписано Что есть Сто науки Странно Вроде без Доставки Оно не Считается Либо он Сразу Доставил Я не Понимаю Ну Ладно Короче Наука у нас Есть Станции Как бы Кораблик Сейчас Ну просто Прилетел обратно К себе К земле В принципе Неплохо После этого Мы его отправляем Куда нибудь Дальше Осматривать Марс Либо Сатурн Давайте начнем С Марса С далекого Два С половиной цикла Туда лететь Пространство Далекое Аккуратно Облетая Солнце Ну я думаю Не справится Там ребята Тоже профессионалы Своего дела Поэтому Не пальцем Деланные А металл Опять у нас Упирается Слушайте Вроде Строю 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 Слишком много Нам подарили На старте Металла Прям слишком Много Гигантский Запас Ну пока У нас тут Нету дел Поэтому Можем Подускоряться Мы все Вроде как Сделали Ждем Постройку Научной Лаборатории Которая Уже У нас Доплавляется Буквально Последние Проценты Остались Администратор Входящее сообщение От главы Здравоохранения Долос Доктора Абхинаба Мунчи Давай Привет Абхинаба Я доктор Абхинаба Мунчи Эксперт Долоса В области Секундочку Даже паузу Поставлю Эксперт Долоса В области Компартментализации Еще раз Компартментализации То есть Какая-то Компания Что-то Партия Не знаю Короче Компартментализации И медицины И член совета Мардука Блин Мне аж стало Интересно И такое слово Вообще существует Давайте узнаем Просто Просто разобраться Вы знаете Выдумано Или нет Носком Парт Да Есть такая Что Есть такое слово Господи Меня просто Загнали Вообще В тупик А Это отдел науки Тут прям Разделение Клеток Эукариотов На отсеке Покрытие Оболочкой Из Биослоя Липидов В которых Локализованы Определенные Мехнические Процессы Большинство Что Етить Колотить Есть Другое Значение Какое Это Разделение Клеток Эукариотов На отсеке Ага Покрытой Оболочкой Круто Ё-моё Это Невыдуманное Слово Это Как бы реально Существующий Медицинский Термин Так Ладно Я понял Поехали Рад наконец-то Познакомиться Пусть и в цифровом формате У вас Доленошительные Результаты Психологического Анализа Это я Мой друг и коллега Филипп Стэнфорд Не может сегодня Присутствовать Так что я возьму На себя его обязанность И расскажу вам О финальных этапах Интеграции Бригителя Уохол Однако Перед этим Мне нужно Чтобы вы Продестировали Возможность Разведки И модернизации На станции Затем вы сможете Присутствовать Приступить к изучению Шлюза Для ВКД И оценить его Совместимость С основными Системами Антикула Надеюсь Что работа Нашей команды Поможет вам Справиться С большинством Ситуаций С которыми Вы там Стэнфорд Пока я еще не ушел Стэнфорд просил Меня напомнить Вам Что космос Не такое сказочное Место Как описывается Научной фантастикой Не забывайте об этом Я не знаю Что-то Я не знаю Что-то Что-то Интересно Парень у нас Как по медицине Он там у нас Про стыковочные шлюзы Рассказал Говорит Ну Сейчас все узнаем Так То есть Для начала Нужно Шлюз для ВКД Открыть Древо технологий Потом Нужно его построить Собственно Что мы сейчас и делаем Древо технологий Знакомьтесь А вот Собственно Шлюз для ВКД Требующий От нас 30 науки У нас есть Как бы 100 Так Система шлюза Восстанавливает до 48 единиц корпуса каждый цикл Расходы 4 единицы сплавов То есть у нас, как вы видите Наша станция не вечна Корпус получает по себе урон То есть просто под действием времени Коррозия, там, собственно говоря Маленькие астероиды, маленькие камешки Мусор около земной орбиты Все это его ломает, нужно его поддерживать Для этого есть специальная станция Так, новое задание у нас появилось Администратор Поступают отчеты, касающиеся Оптимизации протоколов Боржавиля Клейна На станции Тикум Судя по данным, члены экипажа переутомляются Хотя трудовые договоры корпорации Долос Требуют высокой гибкости Моральное состояние экипажа в текущих условиях ухудшается Рациональным решением было бы набрать Дополнительный экипаж или уменьшить количество Активных рабочих мест То есть мы сейчас можем запросить у Уршанаби У корабля себе дополнительное количество Рабочих рук Поверьте, это очень важно, поэтому Запрашиваем экипаж Хорошо Плюс 20 человечков Заходим, собственно, сюда Выбираем людей В ресурсах И ждем этих самых людей Наш кораблик доставит к нам сюда на борт Так, и как раз Начнем сразу под них построить Получается дома А у нас тут уже места нету Потому что у нас здесь У нас здесь, да, четко впритык Ну, придется строить Плюс домик где-нибудь в другом месте Например, вот здесь Как раз аккуратно Три дома На будущее Просто на будущее влеплю Не знаю, мне так захотелось Пусть будет так Пораскидывать ресурсами У нас много металла Поэтому можно и потратить Чего бы нет У нас еще металл остался Который на орбите Кстати, по поводу орбиты Я уже забыл про наш Прекрасный кораблик Так, сводок разведданных По информации Зонда на Марсе Он основал Объект на Марсе Им сейчас не хватает Материалов Чтобы исправить Критическую неполадку В системе подачи кислорода И, собственно, у нас есть варианты Исправить неполадку В обмен на ресурсы Отремонтировать систему Подачи кислорода В обмен на данные Исследований Либо что-то еще Ну, нам, наверное, лучше всего Отдать им, собственно Вот эти шестеренки Блез металла Получить себе данные исследований Потому что ресурсы у нас так будут А вот данные исследований Эта вещь очень даже неплохая Поэтому Отремонтировать систему Подачи кислорода В обмен на исследовательские данные Да Корабль назначили Все У нас пока только один корабль Он, конечно, бедолага как загнанный бегает туда-сюда Обратно, но... А что поделать? Вот так приходится ему работать Он и тут у нас летает На Воршинобии, сейчас летит на Марс Ну, как бы... Они сами знали, у них такая работа Это грузовой кораблик Так, ну и лаборатория, кстати, построилась Вон там у нас ребята, кнопочки тыкают Какой-то мужчина здесь ходит Больше похоже на Центр, я не знаю В понятинатомной станции А это как бы научная лаборатория В которой какие-то колбы Непонятные перемешиваются Реально, больше похоже на центр Либо энергии, либо Отходов, переработки Хотя у нас, вкратце, здесь есть отходы Я вот это не совсем понимаю, как бы У нас станция выделяет отходы Или перерабатывает Вот хрен его знает Так просто не разберешься Ага, а вот и первые приколы Администратор, отсылка в работе электроэнергии Энергопотребление в секторе 1 Привело к перегрузке Согласно процедурам Стэнфорда Необходимо построить внешнюю солнечную панель Чтобы выработать больше электроэнергии Так и сделаем сейчас Так, врубить питание на Тикунья У нас сейчас, видите, отрубилось полностью все производство Какие у нас сейчас есть варианты? Но у нас для начала Как бы мы еще не открыли себе нужный шлюз Поэтому сейчас просто мы некоторые здания, наверное, отрубим Оп! Питание пошло Нам просто эти дома пока что не нужны Поэтому можно их отрубить спокойно И не париться У нас, кстати, появились люди, которые голодные Это странно При том, что еда у нас запас на складе есть Столовки есть Видимо, это, которые только что прилетели у нас, да? С корабликом Нас стало сильно больше Они до сих пор еще не успели покушать Ну да ладно Так, построить шлюз для БКД Есть Мы его открыли Как раз так, где мы сейчас здесь Мы его и запиндюрим Огромный, массивный, мать его, объект Требующий до хрена металла Но очень красивый Так, особенно у нас здесь Кораблик уже подлетает с нужными ресурсами Можно даже подускориться чуть-чуть Сейчас посмотрим, что у нас там будет Есть Отдали им Система подачи кислорода отремонтирована Отношение между Долос и нашими конкурентами Улучшилось на 42% Нашими конкурентами То есть это наши конкуренты были А мы их спасли У какой-то базы ООН на Марсе Сломалась подача кислорода Это же вообще паника Это просто ужас Получили 10 науки Сейчас наш кораблик соберет ее научно И доставит на базу А, нет, слушайте, смотрите Он доставляет ее сразу То есть он нас собирает Отправляет сразу Грубо говоря, наверное, данные научные Через общую сеть То есть ему не нужно их как бы доставлять нам На базу Так даже лучше Что-то тогда собираем Полетим сразу в другую точку Все Здесь миссия сделана Полетели на Сатурн Путь очень неблизкий Ну а что поделать? Еще не поделаешь А тем временем Здесь мы, собственно, расстроим Станцию ВКД И, кстати, по поводу науки Не забываем, что надо здесь тоже Науку потихонечку изучать Так, станция зондов Открыть Есть Открывайте Очень важная станция Я знаю один небольшой секретик Который, мне кажется, нашли все Кто играл в эту игру Первую вот эту главу пролога Но она прям важная Прям бонусы кидает С мощи, собственно, этих зондов На системе солнечной Можно некие вещи найти Ну а это сейчас мы дойдем Я, собственно, все это дело и покажу Так, не забываем про кофе Кофе это чертовски важно Когда играешь в стратегии Потому что рот пересыхает Слишком много говоришь Щипотеешь Хотя как бы зима на дворе Ужас До сих пор голодные люди У нас, кстати, с едой Некоторые проблемы имеются Потому что еда уже кончается Но сейчас тоже Мы на помощи науки Откроем одно интересное здание Главное не спешить Так, по энергии впритык По доверию Сто процентное Девяносто девять То есть люди счастливы Мне доверяют Но пока что ошибок не было Сами понимаете Все было сделано красиво И максимально успешно Ну и красивучий Огромный стыковочный шлюз Ремонтный стыковочный шлюз Доплавляется Достраивается Кстати, резы мы Почти собрали Сейчас даже можно, наверное Докинуть металл для сбора Вот здесь Да Пусть соберет мне металл Наш грузовой кораблик Который остался на луне Мы пока подускоримся Ага, 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 ага Да, вот я Об этом я, конечно, не подумал Так У нас теперь есть Как бы, ну Вроде как после этого У нас появляется возможность Строить На части внешней Или нет Так, стоп Тикун Сейчас, секунду Изнутри Аварийное отключение У нас нехватка электроэнергии Так, секунду Пока научку отрублю Сейчас, момент Вид снаружи Вот, все, появилось у нас Теперь мы можем С помощью этой станции Собственной достройки Строить разные объекты Первый из них, конечно же Это у нас солнечная панель Плюс 40 электроэнергии Стоит очень дешево Первого уровня панелька Потом будет сильно дороже Сильно дороже Есть даже внешние орбитальные У нас, видите Здесь летающие Панели Но для начала строим Так сказать, первого типа Тонкие, но очень важные Поэтому пусть строятся Единственное, что прожигаем Как бы сейчас время Да, у нас должно строиться И открываться на время наука Но Мы так не можем Хотя, с другой стороны Сейчас, если отключить Госпиталь Или парочку домов То можно будет Отключить себе И лабораторию научную Но, наверное Лучше так не делать Протому, что ресурсы уже доставили Уже как бы строят Эту панельку Отправили на орбиту Эти ресурсы И где-то там Что-то Спиляка Так, а наш корабль Тем временем уже достиг Зону ее Сатурна Очень быстро Сводка разведданных По информации Зондов на орбите Сатурна Обнаружен сигнал С сигнатурой АК двигателя Технологии АК двигателя Принадлежащие Корпорации Долос Судя по нашим записям У нас нет заданий В этом секторе Источник сигнала Скоро войдет В атмосферу Сатурна Так Тут у нас есть вариант Отправить команду На расследование Команда корабля Эрлен Мэйер Проведет ВКД Чтобы найти Исследовать Источники сигнала И второй вариант Как только объект Пройдет через атмосферу Сатурна Команда корабля Проанализирует Останки их двигателя Проверит источник сигнала Вот такие у нас варианты Есть Либо расследование Либо собственно Орбита То есть команда Высаживается Либо мы Источник изучаем Обломки на орбите Давайте второй вариант Исследуем Ну просто как бы Сажать команду На Сатурн Не хотелось бы Газовый гигант Довольно опасно Я конечно не знаю Что стало с ним в будущем Но Там вроде Постоянные пыльевые бури Поэтому Мы можем потерять людей Не будем рисковать Жизнями нашего экипажа Осмотрим с космоса Часть так сказать Орбитальную Так А у нас здесь что Почти построили мы Да Почти готовы Наши прекрасные Вот они появились Очень маленькие Находятся в темной зоне У нас собственно От солнца Но я думаю Сейчас на станции Развернется И будет Нам электроэнергия Вдоль добываться Так Хорошо Можно вернуть науку Обратно к жизни Это ли не чудо Склады у нас С металлом Под завязку Забиты У нас даже шлюз Видите Не разгрузился Потому что Нету места Вот этот металл Еще у нас тут Лежит металл У нас конечно Появились некоторые Расходы Металла Это два металла Зацикл На починку корпуса Но этого Понятия пока что Мало Чтобы состыковать Наши склады С нашими ангарами Ладно Много металла Не бывает Потом пригодится Так Полтора цикла Потребуется Людях Не будем подгонять Ждем науку Так Мы открыли Собственно Пусковую Для Этих Зондов Очень важная Вещь Тоже занимает Очень много Пространства Надо сейчас Сразу ее Построить Однозначно Просто Однозначно Сразу ее строим Наверное здесь Как раз так рядышком Будем строить Время Точнее не время Пространства не просирать Это конечно Странная дорога Получается Не совсем у нас Встык вышла Ну да ладно Будет вот такая Странная Квадратная Лужайка С какими-то Непоятными Пимтиками Зелеными Хрен бы с ними Для Какой-то не знаю Красоты Перед лабораторией Это Назовы Зоной Безопасности То есть Чтобы между Шлюзом И лабораторией У нас был Какой-то Отсек Безопасности Чтоб если Рванула здесь Не тронула Наши Шлюзные Объекты Правильно Правильно Так Ну тоже Можно Ускоряться Пока что Ждем Сейчас Там У нас Собственно Прибытие На Сатурне Который Почти Завершился У нас Так Есть Сводка Разведданных О сигнале Сигнатуре Кейдвигателя Нам не удалось Ничего Узнать Об источнике Сигнала Зато Мы Выяснили Наверняка Что Кто-то Еще Использует Технологию Долос То есть Мы Нихера Не узнали Но Кто-то Использует Технологию Долос Это Как раз Так Намек На тот Самый Секрет Про Который Я говорил То есть Кто-то В системе Солнечной Еще Использует Дышки Нашего Типа А нам Про это Не сказали Надо Их Найти И мы Найдем Так Кораблик Пока у нас Полетит Домой К нам На станцию К нам На станцию Так Добираем Последние Ресы Кстати по поводу Еды По поводу Еды У нас Еда Уже Кончается Да-да-да Тут у нас Есть одна Вещь Интересная Называется Ферма Насекомых Ну а что Поделать Вот такая Ситуация У нас В космосе Тут как бы Кролики Не рождаются Точнее Не рождаются Но очень плохо Им тут не нравится Они хотят Быть на земле Там где Пригодная Гравитация У них Не ломят Кости Да Нет проблем С сердечком Где можно как бы Быстро трахаться С зайчихами И размножаться Тут так нельзя Но вот Насекомым Мадагаскарские Тараканы Размером с ладошку Извините меня Очень хорошо Выращиваются здесь В местных резервуарах Поэтому Будем Собственно Этим заниматься Так А вот А вот и наш Прекрасный Шлюз Зондов Где можно Строить Зонды И мы Собственно Сейчас сразу Зонд И построим Для того Чтобы найти Некий Секретный Объект С нашим Движком Нашего Типа В системе Солнечной Так А наука У нас там Что летит В смысле Уже Открыли Что ли А я не Нажал Я не Нажал Исследование Боже Это была Это была Ошибка Фатальная Ошибка Сумасшедшая Просто Ошибка Так Делать Нельзя Так Ну Ресы Мы Собрали Все Которые Были У нас По системе Да Добывать Нам пока Нечего Ждем Собственно Разонт Вон Красавец У нас Там В ангаре Лежит Огромный Зон Деджио И он У нас Построился Сейчас Так С этими Ребятами Все очень Просто Когда ты Понимаешь Как они Работают Первые Разы Когда я Отправлял Я Просрал Ресурсы В никуда Потому что Тыкал Просто По карте Оказалось Система Такая Ты выбираешь Зонт И вот Собственно По карте Ищешь Именно Зоны Где у тебя Полностью Ресурс Достигает Линии Зеленой Но у нас В этой Главе Пролога Нету Ничего Кроме Одной Интересной Тайной Точки С Наукой Вот Где-то Здесь Она И Находится Секундочку Вот здесь Сюда мы И летим Этим Прекрасным Зондом Ну как раз Таки То есть Объект был На Сатурне Да Побывал Оставил след Двигателя И улетел Дальше Собственно По дуге Направо Сейчас Мы его И найдем Так Ну а здесь Можно пока Ускоряться У нас Все хорошо Собственно Корпус Чинится Металл Все Электричество Кстати По поводу Электричества Сейчас Если у нас Есть вариант Я бы Наверное Сразу Построил Себе С запасом Вторую Линию Она Строит Она Стоит Не так Дорого Да Да Давай Давай Почему бы И нет Ну И так Уже Все Поджимается По электричеству Осталось Не так Много Запаса 20 Поэтому Вторая линия Стоит очень дешево У нас есть Наши полимеры Поэтому Можно их потратить В принципе И построить Вторую Сразу Так Шлюз для ВКД Стыковочные отсеки Заводы стоят Население есть По пище у нас Ждем открытия науки Ну и в целом Все хорошо Наука у нас Спешить открылась Наука очень быстрая В игре Ну и как минимум Наука Первого уровня Там просто Видите У каждой Науки Еще есть Под прокачки У каждой Блин По 5 По 6 Штук Бывает Даже Больше Вот И поэтому Возможно Эти Будут открываться Дольше По времени Но я Пока не знаю Там я Еще не бывал Так Особенно Зонда Уже Подлетает Ой Это прекрасная Музыка Пошла И что же У нас Здесь Да Ё-моё Вроде Радар Работает А Данных Нет Так Доступ Несанкционированный У нас Получается Здесь И требуется Научный Корабль 2.2 Цикла Полетели Изучим Объект Что ж Это такое У нас Здесь Попалось Требуется Научный Корабль Да 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 Я уже Отправил А вон Я уже Его Отправил Блин Смотришь Прям глаз Радуется Реально После того Что ты был На трансляции Как бы Здесь Прям Все Компактненько Красиво Как бы Все Тютелька Тютельку Стоит Прям нормально Еды Не хватает Я про нее Забыл Так Пища 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 Ферма По разведению Насекомых Да Ферма Насекомых Вот только вопрос Где их Лучше Ставить 4 4 Одной Не хватает Может Эту дорогу Нахер Послать Эту Нижнюю Дорогу Хотя Потом Вдруг Придется Строить Еще Всякие Обекты Шлюзные У нас Не будет Проезда Просто Нужно Как бы Оптимальное Место По Ну В принципе Место Да Оптимальное Не просирая Лишние Клетки Типа Раз Блин Здесь Никак Вот эта Дорога Да Давайте Пошлем Эту Дорогу Нахрен Ну Вот Резко Она Нам Не Понравилась Типа Скажем Этой Дороге До Свидания Сделаем Вот Так Ну А Почему Нет Могу Себе Позволить Сразу Строю Три Центра Еды Потому Что Люди У нас Уже По 100 Человек Нам Не Даня Такая Быстрая Дохода Вот У нас Сейчас Субстрируют Они Данные Текущее Производство Пищи 0% То У нас Идет Чистый Расход Где-то Минус Две Еды За Цикл Ну Как бы Нету Дохода Сейчас Он Появится У нас Доход В прекрасных Литературах Будут Вращаться Прекрасные Тараканы Будем Кушать Приятно Вкусно Аппетитно Так А станция Наша Собственно Долетела Научная Предупреждение Продолжая Движение По текущим Курсу Вы нарушите Условия Договора С корпорацией Долос Если Остановитесь Вас ждет Увольнение В цеплярном Порядке Так Но Вспоминаем Нам сказали О том Что законов В космосе Не существует Поэтому Как бы Протокол Наоми Обеспечить Переменное Послабление Связаться Со станцией Неземная Надежда Станция Тикун Это член Совета Мардука Рабья Ньюконт Вам возвращается Взаимодействовать С Неземной Надеждой У объекта Лишь одно Назначение Здесь Корпорация Долос Разрабатывает Засекреченные Проекты Вдали от Любопытных В этот момент За вами Наблюдает Весь мир И ваши действия Могут поставить Под угрозу Всю нашу деятельность Даже не сомневайтесь Я отправлю Официальную жалобу Самому Ваниру Если только Может быть Вы сделаете Ко-что для меня Чтобы я Передумала И она Собственно Хочет получить 30 Сплавов У нас их Гораздо больше То есть Что-то там у них Сломалось На станции Которая занимается Своими Проектами Секретными Скрытыми От глаз Конкурентов Давайте 30 металлов Ну как бы Коррупция Деньги Все дела В космосе Нет законов Поэтому Почему бы и нет Сейчас мы это дело Красиво погрузим И отправим На их станцию А тем временем У нас уже поперла Первая еда Вот оно Производство Вот сейчас Сейчас у нас Хватает пищи На 100% То есть Грубо говоря Один к одному Сейчас у нас Производство пищи И расход То есть Не будет запаса Эти в склад Да Но с двух зданий Хватает на 100 человек У нас еды Для того Чтобы всех просто Кормить Стык в стык Понимаете Этого очень мало Нужно иметь Некий запас Поэтому я строю Третье здание Сразу Чтобы Что-то было на складе Это как бы правильно Мне кажется И че Он вылетел Или нет У нас кораблик О Наконец-таки Его погрузили И у нас Там сколько полета Лететь Непонятно Тут еще кстати Грая у кораблей Есть уровни Я вот этого пока не понял Я так понимаю Это влияет на скорость Полета И на скорость Добычи ресурсов То есть видите У всех кораблей У экипажа Есть уровень Грузовой корабль Первого уровня Он качается сам За выполнением заданий Вот у нас научный кораблик Гораздо больше имеет опыта Видите Две шкалы Потому что он у нас Больше летал по заданиям Более опытный кораблик Так А построить третий ток Мы не сможем У нас там А Там уже электроника требуется Извините Там уже электроника 45 Полимеров У нас только нет Понятно Тогда просто ускоряемся Жизнь кипит Слушайте Видимо людям понравилась Эта улочка Которую я сделал здесь Широкая улица Первая Единственная Во всем городе Где можно походить Так сказать Нормально Втроем В четвером В пятером Что-то обсудить Насладиться видами Шлюза Лаборатории Понюхать запах Тараканов Которые размножаются Ну классно Ну классно 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 Так А тем временем Здесь мы почти уже долетели До станции Внеземная жизнь Запасы Уршиноби пополнены О У нас там появились Дополнительные ресурсы На станции Уршиноби Надо бы сейчас Их тоже забрать Квест сделан Хорошо Сейчас у нас Корабль Уршиноби пополнил Свои запасы У него появилась там Дополнительная еда Давай ее наверное Сейчас заберем Оттуда почему бы и нет Так Спасибо вам администратора Теперь уходите Я позабочусь о том Что корпорация Долос Выступила с публичным заявлением И оправдала Ваше присутствие Здесь На крыльной Солнечной системе Я пока успокую Ванира Но в свое время Вам все равно Придется объясниться Перед ним Возможно вы слышали Что мы работаем На следующей модификации Тикуна Под названием Протагор Успех организации Операции Тикуна Имеет решающее значение Для достижения нашей цели Вступить в новую эру Всего человечества Дверть из воли гендов Самоподобное пространство Ебит закономерность И мы получили себе Очень ценный ресурс Электронику И полимеры Которые Надо будет Сейчас тоже В ресурсы И забрать А чтобы забрать Собственно говоря Электронику Нам нужен будет Отдельный склад Под электронику Время складов Начинается Прямо сейчас Новый склад Под электронику Пригодится Так А еда у нас там Поперла в плюс Да Нормально Нормально Запас есть Просто как бы У нас будет расти Либо в случае Население Как бы Поэтому запас Теперь у нас есть В переработке Это отлично Будет склад работать Хорошо Я доволен Я доволен Сделал все правильно По науке У нас 20 Вот это здание Само по себе Производит Науку Но Очень смешно Одна наука За 30 циклов То есть Как бы Намек Тут наверное Не знаю Очень простой Либо строить До хера лабораторий Ну они как бы Требуют до хрена энергии И 30 человек рабочих Либо собственно Второй вариант Это искать извне Науку То есть где-то В пространстве На станциях И так далее Что куда более Правильно Так Электроника есть Все Назначили Переутомление У нас в секторе 1 Переутомление Переутомление У нас здесь в секторе 1 Давайте посмотрим То есть видите У нас есть расчет В этом секторе требуется 128 человек рабочих А у нас только 99 То есть у нас 30 человек Нехватки Из-за этого люди Перерабатывают Ну как бы Я могу наверное Пока что Отключить Что Насекомых Пока что Да у нас Пока нету А Так у нас Наука не работает Ну то есть Она обрабатывает Эту науку Одну Давайте Отключу сейчас Научную лабораторию И все И в принципе Все счастливые стали Ну и классно Ну просто Она пока что Бесполезна Мы ничего не изучаем Она обрабатывает Эту науку Раз в 30 циклов Это смешно Это просто Бесполезность Я бы сказал Так Ну и ресурсы Мы здесь По итогу Сейчас заберем Потому что Я команду Вроде как Отдал Зондов У нас Новых Нету Да Здесь мы Должны забрать Сейчас все Что есть У нас На системе Солнечной Ну и наш Главный Квест Вроде как У нас На внешней Орбите Сейчас Нужно Зайти И Построить Двигатель Под названием Двигатель Вохл Который требует Сотню Металлов Да Давайте Начнем его строить Помаленьку Потихонечку Прекрасный Двигатель Поехали Наши работяги Слушайте Я заигрался Уже Час Шестнадцать Идет Первая серия Но мы в принципе Подошли Так сказать Уже Понимаете К постройке Двигателя К его использованию Я предлагаю На этом Первую серию Закончить Этой Прекрасной Игрушечки Вот Во второй серии Уже Получается Используем Двигатель Достроим Его И полетим Туда Где Дальше Будем уже Работать Сами То есть Без Подсказок Со стороны Корпорации Которая У нас Постоянно Потакает Делай То Делай Это Там Мы же Будем Выживать Строить Развиваться Как умеем Как получается На этом У меня Все Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Всем удачки Пока Пока